всем привет меня зовут соня и это мое путешествие по вьетнаму если вам также не сидится на одном месте как и мне то тогда это видео точно для вас на этот раз я отправляюсь в центральную часть вьетнама и мне уже не терпится начать свое путешествие потому что именно там находятся уникальные города-музеи которые не меняются уже сотни лет и удивительной красоты пейзажа ну что ну что чуть в лужу не наступила вот что ну что поехали во вьетнаме хорошо развита железная дорога поэтому я долго не думала на чем не добираться до заветного города куда я кстати говоря уже очень давно хотела попасть об этом чуть позже а пока о вьетнамских поездах особо они ничем не отличаются от наших российских но есть у них своя особенность если вы когда-нибудь решитесь проехать на поезде по вьетнаму обязательно берите с собой теплые вещи кондиционеры здесь не регулируются и ночью здесь реально очень холодно особенно на верхних полках цена билета зависит от полки нижняя самая дорогая так как кондиционер находится наверху мне досталась средняя полка и ощущения были словно я еду в морозильной камере поэтому когда поезд прибыл в нужный мне город я как ящерка выскочила греться на солнышко дананг пятый город во вьетнаме по численности населения здесь есть большой морской порт и международный аэропорт дананг с каждым годом набирает туристические обороты здесь есть все для отличного отдыха белоснежные пляжи множество отельчиков ресторанов красивые парки и мосты которые также привлекают гостей города а в 30 километрах красуются огромные горы которые с недавних пор завоевали особую популярность там открыли шикарный парк который уже стал известен за пределами страны первым делом как я только прибыла в дананг я отправилась в парк под названием бана хиллс это место must have потому что именно здесь открылся тот самый знаменитый мост который стал считанные минуты звездой инстаграма сразу набрал огромное количество просмотров в общем сейчас я вам его покажу он действительно очень красивый парк бана хиллс стал чуть ли не главной достопримечательностью местного округа и вы знаете мне кажется вполне заслуженным переступив порог парка я попала в настоящий оазис огромное количество зелени цветов деревьев мостиков прудов с рыбками и милейшими лодочками уже на входе хочется сделать фоточку у каждого куста а ведь это только начало в бана хиллс я приехала в самую жару скажу больше я впервые здесь увидела как рыбы прячутся от солнца в тени необычное зрелище но мне в отличие от рыб было очень даже комфортно видимо все дело в густой листве и обилие водоемов странно что на рыб это не действует насладившись красотой сада я отправляюсь на фуникулер который доставит меня на самую вершину горы канатная дорога мальчики эти ты 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 сейчас выйдешь просто уже десятый кадр не дают мне снять все тишина ребята молчим в общем я хотела сказать что это подвесная дорога занесена в книгу рекордов гиннеса как самая высокая канатка над уровнем моря виды отсюда открываются потрясающе сюда стоит приехать даже ради того чтобы прокатиться на этом фуникулёре но это далеко не все фишки бана хиллс самое интересное еще впереди когда я сюда ехала я знала что тут находится фуникулер и знаменитый мост другим сооружением я как-то не придала особого значения и зря центральном вьетнаме на вершине горы находится самый настоящий кусочек европы с характерная архитектура с каменными дорожками и вы знаете мне кажется здесь даже воздухе витают нотки европы смотрится это действительно очень контрастно у подножия горы ты был еще в азии а поднявшись попадаешь в европу хочу заметить что здесь очень свежий и приятный воздух прогуливаться среди всей этой красоты и ощущать кожей легкий горный ветерок одно удовольствие помимо европейской архитектуры здесь конечно же есть традиционные пагоды храма в азиатском исполнении если честно эта часть парка мне понравилась больше всего здесь так спокойно красиво умиротворенно с балкончиков пагод открывается красивый вид на горы такое ощущение что париж над облаками кстати знаете что меня здесь очень удивило роботы монахи да да вы не ослышались в храмах все автоматизировано напротив колокола стоит вот такой робот который исполняет обязанности служителя храма и каждый 30 секунд в него бьет ну а что и собственно удивляюсь так-то 21 век на дворе несмотря на современные технологии люди как и прежде продолжают верить в приметы уж то что а это из нас не выбить бросить монетку загадав желание прогнать черную кошку или например погладить живот денежному будди прежде чем до него дотронуться будь добр скинь денежки в рядом стоящий бокс и только после этого погладь живот по часовой стрелке три раза затем дотронься до своей головы поклонись и будет тебе куча денег ну а я приближаюсь к жемчужине парка знаменитому мосту его я оставила на десерт я даже как-то волнуюсь вот он звезда интернета новая достопримечательность вьетнама золотой мост конструкцию держат две огромные каменные руки покрытые мхом они выглядят словно многовековые сооружения хотя в действительности мост этот новый его открытие состоялось в июне 2018 и говорят руки эти сделаны вовсе не из камня а из стекловолокна и дерева информацию эту я подтвердить никак не могу а вот сказать что зрелище это завораживает могу со стопроцентной уверенностью кто-то видит в этом сооружении руки бога поднятые к небу кто-то женские которые держат шелковую нить лично у меня не было никаких ассоциаций мне просто хотелось смотреть на эти красивые монументальные руки и живописно панораму что открывается с высоты птичьего полета а еще здесь огромное количество людей думаю нужно приезжать сюда первым фуникулером в 7 утра чтобы сделать красивые кадры налюбовавшись вдоволь пейзажами и гигантскими руками я отправилась на выход впереди еще вечерний дананг и еще одна поездочка на фуникулере но только уже вниз за пять часов я так и не обошла весь банахиллс будет повод вернуться тем более я случайно забыла в парке свою селфи палку вот из моей головы точно не выбить веру в приметы особенно в хорошие в самом дананге после заката я рекомендую отправиться в еще один парк под названием азия главным сооружением этого парка на мой взгляд является колесо обозрения высота его 115 метров ему не хватило 20 метров чтобы догнать своего сородича в лондоне и 50 до колеса обозрения в сингапуре но и ладно зато во вьетнаме это колесо самое большое и вид с него открывается живописный особенно вечернее время колесо обозрения я заценила а вот парк азия в целом мне не понравился вот прям от слова совсем подводя итоги моего прибытия в дананге смело могу сказать здесь есть на что посмотреть каждый найдет себе занятие по душе будь то пассивный активный или культурный отдых пожалуй я бы вернулась сюда еще разок на пару дней с вами была соня сопрыкина и это только начало моего путешествия по вьетнаму продолжение следует именно здесь в июне этого года в 2018 открылся тот самый знаменитый пост пост чё за пост соня а